И в продолжении темы молодежи. Информация от телеканала Панорама ТВ. 27 июня день молодежи. Праздник был учрежден распоряжением президента в 1993 году. В Верхневолжье сейчас проживают около 200 тысяч молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. Это успешные предприниматели, музыканты, айтисты, специалисты, медики, представители других сфер деятельности. Нетрудно заметить, что с каждым годом молодежь становится все более продвинутой и разумной. И уже с юных лет молодежь задумывается о своем будущем. Подростки строят планы на образование и профессию, думают, с каким делом связать свою жизнь и в какой сфере можно максимально самореализоваться. Многие из них приняли решение после окончания университета жить и трудиться на родной Тверской земле. И, конечно же, каждый регион, в том числе и Верхневолжье, нацелен сохранить на родной земле перспективных специалистов. В этом году в Тверской области поборются за место на студенческой скамье около 5,5 тысяч абитуриентов. По-прежнему в топе популярных специальностей – IT-технологии, экономика и юриспруденция. После обучения одни остаются трудиться на родной земле, другие отправляются покорять столицу. Мы поинтересовались у молодых жителей Твери, которым не исполнилось 30 лет. Планируют ли они строить карьеру в Тверской области? Кто-то из них уже попытал счастье в Москве, но вернулся. Меня все устраивает. Для нашего города количество вакансий определенного круга с высоким уровнем заработной платы ограничено. Если постараться, на это не важно. Ну, так получилось, что пандемия возникла, и было удобнее онлайн в своем родном месте. Поэтому переехала. А до этого трудились в столице? Да. В этом году окончила колледж. Планируете ли оставаться в родном регионе? Нет, не планирую. Буду переезжать в Санкт-Петербург. Здесь я работаю. Закончила здесь бакалавриат, магистратуру, аспирантуру уже в Москве. Здесь семья, родные, поэтому сюда вернулась. Пока что здесь работаю, но тоже не по своей профессии. Я работаю по своей обе.